Это узкоспециализированная история людей, которые занимаются недвижимостью и ипотеками, которые это делают. Но я таковым не являюсь, потому что я ипотеку никогда не брал, я этим не пользовался. То есть вопрос залазить в территорию, где я некомпетентен, но у меня ни энергии нету, и я сам внутри буду где-то предполагать, что там где-то может быть что-то такое скрыто. Я могу рассуждать на тему, связанную с тем, как ведет себя экономика. То есть что у нас с располагаемыми доходами населения, что у нас с инфляцией, что у нас с процентной ставкой. И как процентная ставка, инфляция, покупательская активность в принципе может повлиять на рынок недвижимости. То есть обратившись в первую очередь к балансу спроса и предложения. Любая история с какими-то лайфхаками, как быстро гасить ипотеку, на какой способ лучше, скорее нет. То, что можно сказать сейчас, это реальная история, что у кого есть льготная ипотека, текущие процентные ставки, которые мы можем получить на банковских депозитах, текущие процентные ставки, которые мы можем получить на фондах ликвидности, на замещающих облигациях. У нас получается, что сейчас ставки надежных инструментов в голове людей, не акции, а вот именно фонды облигации, банковские депозиты, вклады. Их доходность реальная с поправкой на инфляцию, по крайней мере в следующие полгода, она положительная. То есть она перекрывает инфляцию, даже если она будет. Я не думаю, что эта инфляционная составляющая скажется на рынке недвижимости, что недвижимость вырастет на уровне инфляции. Нет. Потому что рынок перегрет. Цены на недвижимость скорректируются, скорее всего. Особенно на первичку скорректируются. И тут получается все, что я могу сказать, что, ребят, с позиции финансового анализа, с позиции того, сколько я могу получить, досрочно гася ипотеку. То есть если я досрочно гашу ипотеку, то в этом случае, а условно она у меня уже льготная, вы уже ее переплатили. Ну то есть вам уже произошло удорожание цены, вы уже эту квартиру купили дороже, вы уже взяли платеж. Все, ну то есть взад уже не вернешь. Даже если сейчас вы ее всю загасите досрочно и продадите эту квартиру в попытке заработать, вот эта вот наценка, которая была произведена из-за того, что это льготная квартира, льготная ипотека, вы уже ее не компенсируете, вы уже сидите в жопе, вы уже сидите в убытке. Если сейчас пытаться выкупить ее, закрыть льготную ипотеку, я не знаю, там под 5, 6, 7, 8 процентов, камон, ребят, ну вы что делаете? Ну вы считать умеете, нет? То есть у вас льготная ипотека, весь трэш, все говно, которое можно было получить, свежавшись со льготной ипотекой, вы уже получили, вы уже в этом сидите. И теперь люди такие, ну что-то она меня тянет, надо ее пораньше закрыть, раньше выкупить эту квартиру, что вы получаете? Вы, по сути, получаете в плюс, вы не переплачиваете банку, вот эту вот процентную ставку, 5-6 процентов льготной ипотеки. То есть вы, грубо говоря, дозарабатываете сейчас, оставляя у себя эти 5-6 процентов и не отдавая их банку. Но если вы банку можете отдать нам 5-6 процентов, и у вас есть возможность погасить больше, чем сумма ежемесячного платежа, ну накопите вы, пока у вас ставка позитивная, пока инфляция снова не разогналась, положите на банковский депозит под 16 процентов, полугодовой депозит, через полгода вернетесь. Копите в фонде ликвидности той же самой, на накопительном счете. Реинвестируйте полученные проценты, опять-таки, до тех пор, пока ставка по банковскому депозиту реально выше, чем ставка по ипотеке. Когда они сравняются, просто сделайте переложение, закрываете банковский депозит и досрочно гасите. Вот однозначно, если есть льготная ипотека, если есть возможность досрочно гасить, вот я бы сейчас этого точно не делал, я бы наоборот, наверное, копил. Раз уж произошла некая такая тупость, и вы переплатили, тело кредита взяли больше, под более низкую процентную ставку, что ж теперь поделаешь. Но заставьте, по крайней мере, свой мозг работать и финансовую индустрию работать на вас. Что вы назад уже откатить не можете, это уже взято, может быть, люди даже довольны, они живут в своей собственной квартире, как они думают. Попробуйте сейчас, если есть возможность, увеличить доход, задумайтесь, где вы можете увеличить доход, откладывать, инвестировать. Я привел самые простые примеры с банковскими депозитами. Можно присоединиться в закрытый клуб инвесторов, в котором мы говорим об управлении капиталом. То есть мы ожидаем, что по итогам этого года ожидаемая доходность. То есть мы не говорим о какой-либо гарантированной доходности, но мы ожидаем, что доходность по портфелю составит в районе 30%. Это риски, естественно, да, то есть это не история, что вы вот можете досрочно погасить ипотеку, быть меньше должным. Давайте вы эти деньги направите, пойдете к нам в клуб и будете там по сигналам что-то делать. Нет, речь про это не идет. Речь идет про то, что можно освоить этот инструмент, посмотреть, каким образом он работает. Частично, естественно, деньги припарковать в консервативные инструменты. Но опять же я говорю, сейчас является важным критерием спокойствия, нивелировать валютные процентные риски, зарабатывать с этого. И в конечном счете, если осознанно сделан этот шаг, сейчас сфокусировать свое внимание, а как я могу прокачать свой собственный интеллектуальный капитал, как я могу улучшить свои знания и навыки для того, чтобы если в прошлом я сделал ошибку, воспользовался льготной ипотекой, переплатил за квартиру там 10, 15, 20%, как мне сейчас компенсировать вот эту вот историю за счет альтернативных инструментов. Вы вполне это можете сделать. У нас в клубе подробнее про то, что это такое. Был отдельный мастер-класс, можете его посмотреть. Я объясняю, что мы делаем, какая у нас база знаний есть для того, чтобы их получить. Возможно, это станет одной из лучших ваших инвестиций в следующего десятилетия. Поэтому, ребят, приглашаю, welcome, рад буду с вами регулярно общаться в режиме реального времени в закрытом клубе инвесторов нашего проекта. Сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи.